Всем привет, это Миша Ивановна, в сегодняшнем ролике я хотел бы продолжить говорить про быстрый кач в Path of Exile И сейчас на ивенте, который называется Crangled Passives Event Или же события с перемешанными пассивными умениями Я тестирую разные варианты быстрой прокачки при игре в соло В условиях начала лиги, когда у вас нет особо большого доступа к каким-то ресурсам для кача В прошлом видео, кто пропустил вдруг, мы поговорили о бричах Они на самом деле мне довольно сильно понравились Но сегодня речь о бизнес-синдикате И в частности, еще расскажу о той разнице, которая наблюдается относительно фарма с помощью бричей Итак, что я сейчас сделаю в плане Атласа Я попробовал два варианта Как и планировал, первый это с... Во-первых, у меня взято все на бричи Заблокированы все механики, кроме бричей Также у меня взято все на синдикат Для того, чтобы прокать еще больше бричей, я использую 7-гейт Который открывает опцию на станке Нам обдевайся Абис Абис стоит 2С Это уже, кстати, приятное преимущество относительно тех же бричей Потому что бричи стоят 4С Да, на карту То есть активация мода с машинки, она уже дешевле Однако при этом, конечно, там добавляется 2 брича Но с другой стороны, я бы не сказал, что о них value 1 к 1 Касательно опыта Вот, также у меня взято, да, все ноды на Абис Кроме тех нодов, которые дают дополнительно Абис джуэла Поскольку толку от них нету И ноды на Абисал Дептс я решил тоже не брать Хотя они, в принципе, неплохие То есть идея в чем? Если вы идете в Абисал Дептс То там монстры на 1 уровень выше, чем в локации на карте То есть не в 83-м, а в 84-м монстры Плюс есть синие паки И получается, что, в принципе, там экспа чуть побыстрее бежит, чем на карте Но есть нюанс Вам нужно либо убивать босса, да Что не очень выгодно, если вы хотите быстро качать экспу Либо вам нужно, соответственно, нажимать логаут Потому что вы не можете оттуда спорталиться И тратить на это время Поэтому, ну, я бы не сказал, что это прям однозначно ценно с точки зрения опыта Разумнее всего планировать свой маршрут по карте таким образом Что если вы находите Абисал Дептс, вы делаете его в конце карты Но не всегда это получается удобно В общем, поэтому эти ноды я решил не брать А вместо этого взял коробки, чтобы получать дополнительный лут Дополнительное количество монстров на карте Если бы у меня Атлас был прям полностью закомпличен со всеми пассивками Я бы взял еще, пожалуй, Шрайна Вот, но у меня очень много нодов на Сустейн в данный момент Плюс часть нодов съедается нодами на Гитвее И Сэвент Гейт, чтобы активировать дополнительный Бридж Ой, дополнительный Абис на карте Такие дела Вот, соответственно, я пробовал два варианта Первый с такой веткой Когда у нас не взят Вандеринг Соответственно, Сустейн чуть похуже Но при этом мы получаем возможность Больше встречать Абисов на карте А также, если вы бегаете карты желтые С большим количеством монстров У вас еще довольно высокий дополнительный шанс На, значит, нахождение дополнительных Абисов Вместе с Карабами Может быть, не знаю, штук 5 или 6 Абисов на карте Что довольно много И, ну, плюс это дополняется нодами с Карабок и так далее Опять же, не стоит забывать про Синдикат Тут, значит, ноды на дополнительный ранг весьма и весьма приятные Я, в конце концов Ну, на данный момент решил Пока беда бегал с Вандерингом Не спекать вот эти ноды Поскольку от них толку мало Но, если бегать, короче, без Вандеринга То эти ноды тоже имеет смысл брать Поскольку вы довольно много мапок делаете И получаете дополнительный прогресс сейфкаусов Хотя на фоне прогресса, который вы получаете Просто разбираясь с битрейлами Поскольку они высокого уровня Это не такой высокий прогресс Ну вот Чтобы прок или битрейла Как можно чаще взяты ноды Коверт, стейкаут и олл хэнс При таком раскладе Встречается, не знаю, раз в три карты в среднем битрейла И это довольно сильно бустит опыт В итоге получается На девяносто восьмом уровне Порядка Сорока-пятидесяти Ну, в пике Шестьдесят Пять, наверное Мил в час На девяносто восьмом Что, в общем-то, повыше Чем при фарме с бричами Я также пробовал сравнивать с фармом Соответственно С бриджстоунами Которые насобирались в ходе фарма бричей Вот, бриджстоуны, конечно, пошустрее Побольше экспы дают Где-то процентов на 10-15 Но, опять же Это, блин, бриджстоуны Но имеется в виду низклевельные Которые восемьдесят первого Монстр левела И Складывается впечатление Что, если у вас есть доступ К большому количеству бриджстоунов Именно То они будут Ощутимо быстрее Особенно, если это Чиулы Или хотя бы улнитолы Но Если сравнивать с Наиболее частными бриджстоунами А именно Красным Синим И белым То Разница не так велика И если вы В начале лиги Или в каком-то ивенте Хотите быстро апнуться То Пока у вас нету Доступа к бриджстоу Вы вполне Можете бегать Мапки с абисом И ничего не терять Плюс стоит отметить Что Одним из минусов Игры через Бриджи Является даже не То количество экспы Которое получаете Оно вполне себе солидное А то, что приходится Подбирать Все эти фрагменты И Спустя несколько Дней Такого фарма Уже немного Если честно Устаешь Потому что Ты вроде как Должен Постоянно убивать Монстров Но ты ощутимую Часть времени Тратишь на то Чтобы все эти Подбирать Шардинки Чтобы собирать Бриджстоун Это не очень удобно Хотя Опять же Опыт Плюс-минус сравнимый Но По комфорту Абис Сильно выигрывает Плюс Стоит отметить Что Когда вы Берете все Ноды Абиса Без Вандеринга Вы получаете Огромный Паксайз И Также Дополнительный Опыт С Ноды Абисал Армии Поскольку 50% Увеличенный Опыт Это довольно Ощутимо Есть ряд Моментов Которые Я заметил Касательно Того Играть Через Вандеринг Патт Или нет Тут есть И плюсы И минусы Если вы Играете Через Вандеринг Патт Первый плюс Это Суперлегкий Сустейн Вы можете Брать Меньше Нодов На Сустейн Брать Больше Нодов На Дюб И у вас Никогда Не будут Заканчиваться Карты И в таком Раскладе Также Вы Получаете Очень много Миссий Синдиката За счет Того Что All Hands Бустится Со всех Вот этих Маленьких Пассивок На Шанс Появления Синдиката Что Довольно Выгодно Тоже Плюс Если вы Это Сочетаете С фармом Какой-нибудь Очень Компактной Карты Которую Вы быстро Пробегаете Например Glacier То Таким Образом Вам не очень Важно Количество Абис На карте То есть По сути Вы Чтобы Быстро Опять Опыт В таком Раскладе Вы все Время Должны Бить Монстров С Абиса В идеале Если Вы Делаете Glacier То Вы Пролетаете Карту Без Каких Либо Механик Секунд За 40 И И Идете На Следующую Вот Останавливаясь Только На Ну Собственно Абис Это Довольно Удобно И Выгодно При том Что При Вы Очень Плотном Паке Монстров Встречаете И Очень Несконцентрированный Икспа Идет Вот Также Соседняя Карта С ним Ворф Наверное Наиболее Выделяющаяся В плане Пакса Икспы Супер Линейная Супер Удобная Супер Быстрая В принципе В плане Пакса Еще Может быть Удобен Темпл А Если Вы Не Убиваете Босса На карте То Мавзолей Тоже Может быть Вполне Разумной Опцией Но Мне Лично Больше Всего Нравится Ворф Хотя Но Опять же С вандерингом Вы Вполне Можете Позволить Себе Не Убивать Босса И Это В принципе Разумно И Неплохо Стакается С тем же All Hands Поскольку Таким Образом Вы Все равно Не получаете Миссии При Убийстве Босса И У вас Нету Дополнительной Мотивации Время На это Тратить Вы Можете Просто Убивать Всех Мобов Защищать Абисы Лутать Свои Карты Потому Что У вас Куча Сустейна За счет Вандеринг Пасса И И Ити на Следующую Карту Это Довольно Неплохо И Даже Сравнимо С Вариантом Без Вандеринга В плане Икспы Когда У вас Все Вот Эти Ноды На Дополнительный Паксайз На Дополнительное Количество Нодов И Монстров С Абиса На Дополнительную Икспу Но Если Вы Делаете Атлас Без Вандеринга Вы Получается Больше Завязано То Чтобы Как Можно Сильнее Обмазывать Мапку При Этом Хорошо Работает Нода Growing Hordes То Есть Если Играть Без Вандеринга Я бы Делал Так И Вкидывал Максимальный Паксайз На Карту Чтобы Пробустить Соответственно За Чет Пассивки Underground Kingdom Шанс Появления Абиса Вот Довольно Неплохой Вариант Но Опять же Что Меня Лично Радует Что В принципе Можно И Просто Отключить Мозг Поставить На фон Музыку Или Какой Нибудь Стрим Или Еще Что Нибудь И Просто С Вандерингом Бахать Мапки При этом Ничего Сильно Не Терять По XP Хотя Конечно Опять же Повторюсь Если Вы Хотите Прям Максимум XP Выжимать То Лучше Бегать Без Вандеринга И Вкладывать Варианта 2 Либо Вкладываете Рандомные Скрабы Для Паксайза Это Прикольно Потому Что Вы же Не Все Время Бываете Монстров Абиса А Гроингхорс Бустит Фактически Всю Карту Чтобы Еще Сильнее Раздуть Это Можно Использовать Карты Гвардов На Которых Есть Еще Дополнительные Монстры С Влияния И В принципе Вы Можете Брать Еще Ноды На Дополнительный Паксайз На Картах Сируса Например С этими Нодами У вас Будет Паксайз Ядреный Вместе С Гроингхорс И Тут Вполне Возможно Даже Не Сам Абис Будет Оказывать Решающее Влияние А Просто То Количество Монстров Гигантское Которое Вы Мажете На Карту Так что Это Тоже Вполне Играбельная Страта Но Она Требует Больших Вложений И Ну то есть Вполне Логично Бегать Сначала С Вандерингом И Бахать Как можно Больше Абисов А после Этого Когда уже Накопили Ресурсы Условно Для финального Пуша Спекаться В Меньшее Количество Сустейна Больше Паксайз Брать Либо Гроингхорс Либо Использовать Накопившиеся Скорабы На Абис И Какие-то Дополнительные Механики Типа Влияние Элдера И так далее Запускать Карты Под влиянием Сируса И За счет Этого Добивать С максимальной Скоростью Сотку Вот такие Мысли По этому поводу Надеюсь Оказалось Интересным И полезным Всем Хороших Предстоящих Ивентов Не забывайте Подписываться Ставить Лукасы А так же Заглядывайте На стримы На твиче Это был Вишаман Пока